Виктор Зимин встретился с бизнесменами из Китая. Вместе они обсудили варианты экономического сотрудничества. Одной из основных целей визита стало обсуждение сельскохозяйственного проекта компании «Мавр». В Хакасии предполагается строительство современного животноводческого комплекса с комбикормовым заводом. Проект предполагает комплексное развитие животноводства, растеневодства и создание мощной кормовой базы. Китайцы проектом заинтересовались и готовы выступить в нем в качестве инвесторов. Также обсуждалось совместное строительство транспортной инфраструктуры, развитие гостиничной сети, строительство грузового терминала на территории аэропорта Абакан. Эти инициативы также вызвали живой интерес у гостей с Поднебесной. Виктор Зимин в свою очередь пообещал, что готов выступить гарантом соблюдения партнерских отношений в случае совместной реализации проектов. Многотысячными убытками для простых абаканцев обернулись ремонтные работы электросетей. Жители нескольких улиц остались без бытовой техники и электроприборов. В результате скачка напряжения из строя вышли телевизоры, компьютеры, стиральные машины. Люди в отчаянии. На восстановление техники потребуются немалые деньги. Кто виноват и кто возместит ущерб? В нашем репортаже. Вчера вот обратились в сервисную службу. Нам сказали, сейчас вот перезвонили нам, сказали около где-то 4 700 нужно оплатить будет за ремонт машинки. Сразу на нескольких абаканских улицах в районе завода Лигмаш вечером 3 июля после ремонта электросетей дали электричество. Одновременно произошел скачок напряжения. В результате во множестве домов вышло из строя больше сотни электроприборов. У меня вот, например, сразу сгорела машинка и сгорел компьютер. Хлопки были. Вот. И все отключили, а потом, когда дали свет, уже все. У нас тарелка не показывает. Триколор не показывает. У нас тарелка сгорела, микроволновка, теперь чайник, термос. У меня прибор для измерения давления. Жители из улицы советских космонавтов завершающийся ремонт электросетей уже не радуют, хотя установлены новые столбы и питающий кабель. Реконструкция идет давно. С мая люди живут с перебоями. Сегодня свет есть, завтра нет. Такая же история на параллельной улице Металлистов, где, кстати, разводка кабеля продолжается и сейчас. Представители компании «Хакас» сети ремонт не стали комментировать происшествия. Энергетики были здесь, приезжали? После этого случая? Нет, нет, никого не было вообще абсолютно. Что вообще возмущает? Вот как так? Они знают, что это по их вине и ничего не делают. Новые сети – хозяйство Абакан Энергосбыта, где нам и подтвердили – все компенсируем. Но для этого всем жителям необходимо пройти определенные процедуры. Обратиться в электрические сети по факту того, что в такой-то период времени был скачок напряжения, в результате чего у них вышли из строя бытовые приборы. Получить дефектную ведомость в любом автореализованном специализированном центре по ремонту электробытовой техники. И, соответственно, если они готовы отремонтировать, то есть понести затраты на ремонт, и потом эту сумму приложить вместе к заявлению и сдать нам. В Абакан Энергосбыте подтвердили – энергоудар произошел по вине подрядной организации. Именно она провела подключение с технологическими ошибками. Однако жителей это касаться не должно. Вопросы компенсации в любом случае будет рассматривать Абакан Энергосбыт. Алексей Баинов, Владислав Пустовойт, Вести Хакасия. Сразу 9 многоквартирных домов Абакана остались без управляющей компании. От обслуживания отказалась ЖУ-6. Население узнало об этом через объявление. Как восприняли новость люди, что намерены делать дальше? Об этом в материале Алексей Гончаренко. Без управления остались двухэтажные деревянные дома в микрорайоне Гавань. Объявление несколько обескуражило местных жителей, потому что стало полной неожиданностью. Но особого беспокойства не доставило. Здесь говорят, что если бы не это объявление, то, вероятно, и не заметили бы исчезновение управляющей компании. Поскольку особой деятельности ЖЭКа не наблюдают. Кроме того, что периодически вывозят мусор, да и то зачастую не в срок. Мусор не вывозят. Это все... Горко-убийственная вообще стоит. У детей столько много. Потому что они не хотят обслуживать нас. С нас дерут деньги, а не хотят... С формулировкой «с нас дерут» руководство управляющей компании категорически не соглашается. Здесь говорят, наоборот, о том, что приходится нести убытки. Что работать на таких малоэтажных домах невыгодно. Поэтому и отказываются их обслуживать. Несем убытки. Чистые убытки. Жители сами не активны. Мы обсчитали, согласно осенним, весенним осмотров, текущий ремонт. Посчитали, сколько он по каждому дому стоит должен. Предложили тарифы своими. Тарифы не приняли жители. Управляющая компания предложила населению поднять тариф сразу почти на 60%. До этого собственники платили по 14 рублей с квадратного метра жилплощади. Мы предлагали 22,30. Это вот конкретно по данному дому. Вот это экономически обоснованный тариф с учетом именно тех работ, которые нужны этому дому, чтобы поддерживать его в безаварийном состоянии. В довесок директор приводит еще один аргумент. Многие не платят, и поэтому большие долги. Взять, допустим, новую 15, вот уже 156 тысяч в минус долга. А это они нам, управляющая компания, уже выполняют работу, они нам должны. А по общим с 2009 года, по всем домам, они нам должны. Миллион двести шестьдесят две тысячи. Сейчас уже сложно разобраться в первопричине таких взаимоотношений. Или население не платит, потому что ЖЭК ничего не делает. Или ЖЭК ничего не делает, потому что население не платит. А пять лет назад представители ЖЭУ-6 буквально уговаривали жильцов заключить договор на обслуживание. И не было ни слова о том, что работать на таких домах невыгодно. Теперь здесь понимают, почему ЖЭК был так настойчив и учтив в решении многих проблем. Потому что ожидались федеральные деньги на благоустройство этих домов. ЖЭКу были выделены своевременные деньги из федерального бюджета на ремонт и благоустройство данных домов. Но получилось так, что они несколько домов всего охватили, сделали, ну воду провели маленько там, из бушного материала все это сделано. Было некачественно, все размерзает. А сейчас ЖЭУ-6 отказывается от управления домами. А где денежки? Недовольство у сторон обоюдное. И появившееся объявление как раз отличная возможность прекратить отношения. А дома будут выставлены на торги. Пока конкурс не состоится, пока не определится управляющая компания для управления данными жилыми домами, дома будут управляться действующей управляющей компанией. Мы предположим, что на конкурс никто не заявится, потому что кому нужны убыточные дома, словно убыточные. Иначе будем пересматривать тариф и повторно объявлять конкурс. В Абакане десятки, если не сотни таких домов. И не только на периферии, но и в центре города. На улицах Аскизской, Герцена, Жукова, Советской, Новой, Хакасской, Чертыгашева, Ленина. И это далеко не полный перечень, где завтра обслуживание домов может стать невыгодным. И откуда, даже трудно представить, вдруг перестанут вывозить мусор. До единого дня голосования осталось ровно два месяца. В избиркоме республики сегодня подвели некоторые итоги. Так, накануне в полночь завершилось выдвижение кандидатов депутата Верховного Совета Республики Хакасия 6-го созыва. По 25 одномандатным округам выдвинулось 179 человек. Большая часть представителей региональных отделений политических партий. И всего 21 самовыдвиженец. Конкуренция среди кандидатов достаточно высокая. В среднем 7 человек на один депутатский мандат. Самое высокое соперничество будет по второму одномандатному округу в Абакане. Здесь 10 претендентов на одно депутатское кресло. Из-за изменений в законодательстве было много разговоров по поводу размеров и длины будущих избирательных бюллетеней. Сегодня в избиркоме представили образец документа. По выборам главы это вот такая форма, максимальная форма. Почему максимальная? Потому что кандидаты, понимаете, может быть после регистрации меньше, но больше он уже не будет. Что касается избирательного бюллетеня по республиканскому округу по выборам депутатов Верховного Совета. Вот такая максимальная его будет длина. 10 политических партий. Будет общереспубликанская часть в соответствии с нашим теперь законодательством, где будут фамилии трех кандидатов, которые включены в общереспубликанские списки. И будет территориальная группа, где будут фамилии двух кандидатов. Сейчас в избиркоме практически завершился процесс выдвижения кандидатов на различные должности. И началась процедура приема документов для регистрации. В эту избирательную кампанию в политической борьбе примут участие 500 граждан республики. Сегодня Россия празднует День любви, семьи и верности. Появился праздник благодаря муромскому князю Петру и его жене Феврония, которые жили в 13 веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Для нескольких абаканских семей дата 8 июля стала праздничной вдвойне. В Абакане сегодня подвели итоги конкурса семей. Из 27 претендентов отобрали лучших в четырех номинациях. Конкурс стал традиционным, проводится уже в пятый раз. Из рук главы Абакана семьи получили не только дипломы, но и сертификаты на 50 тысяч рублей. Зинаида Туракова одна воспитывает восьмерых детей. Четверо своих и четверо приемных. К воспитанию подходят творчески. Главная цель – сохранить и передать национальные традиции. Ее семья признана лучшей среди замещающих. Васильевы – молодые родители. Их дети – неоднократные призеры городских состязаний. Победители среди многодетных – семья Сергеевых. Воспитывает четверых детей. Самому младшему – 4 года. А самой заслуженной среди трудовых династий признана семья Лукьяновых-Даровских. Общий стаж энергетиков – 102 года. Мы все энергетики. Мы встретились с мужем здесь, в Абакане. Я приехала по направлению на одном предприятии, работали. Вот вместе нас судьба свела. И потом наши дети пошли по нашим стопам. У дочери трое детей, у сына двое детей. Ну, может быть, даже наши внуки пойдут по нашим стопам. И сегодня же архиепископ Абаканский Хакасский Иоаннафан вручил награду за любовь и верность. Указом президента России шесть супружеских пар, состоящих в браке от 25 до 50 лет, получили государственные медали. На этот час у меня все. Я с вами прощаюсь. Напоминаю, что нас вы можете увидеть и в интернете. Адрес вести.дефис.хакасия.рф Удачи и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok